Хорошо. Олег Геннадьевич, Вы вообще-то нас обманули. Вы говорили о том, что Вы будете рассказывать про успех. Это что, успех означает копить то, что не в этой жизни, то есть без штанов ходить и радоваться? Это успех, по-вашему? Ну, спасибо Вам за лекцию. Вот. Так вот, мои дорогие друзья, поймите такую вещь, что если Вы по природе лидер, то нет никакой проблемы быть сильным, иметь много денег, иметь власть. В этом нет проблемы. Это нормально так жить. Не то, что Бог не любит тех, у кого много денег и власть. Вопрос только заключается в том, для чего Вам это всё надо. Если Вы хотите нахомячить как можно больше, это безумие. Ну, когда Вы это всё будете девать? У меня один знакомый, он работает при правительстве, но не в нашей стране, в другой. И он мне рассказывал, он тоже слушает мои лекции. И он мне рассказывал, ко мне приходит один человек, он сам как министр, то есть приходит один человек и говорит, вот у меня классный проект есть, давайте вместе сделаем, будет вот столько-то денег. И он говорит, вы мне напишите, как Вы хотите потратить эти деньги вообще, куда, зачем Вам столько денег. И я тогда включаюсь. И он больше не пришёл, потому что он не смог написать, куда он столько денег может, в принципе, потратить вообще. Ну, нормально, если тратить, понимаете. Я понятно, что можно всё, что угодно, там можно подводную лодку с ядерным двигателем купить себе на дачу. Можно как угодно эти деньги тратить, это как бы возможно всё. Но зачем? Смысл-то какой в этом всё? Ну, то есть, другими словами, смотрите, идея в чём заключается. Идея Бога. Есть идея ада, адские идеи, есть божественные идеи. Вот, допустим, Вы хотите иметь средства, власть, деньги и всё остальное. Деньги нужны для того, чтобы делать добрые дела. Если человек получает средства и на эти средства он делает пользу, людям приносит, то тогда он становится по-настоящему счастливым, потому что он может иметь много добрых глаз вокруг себя, благодарных сердец. Понимаете, делать для детей хорошее образование нравственное, делать для пожилых людей защиту, чтобы они жили спокойно там. Нужно защищать пожилых людей там. Давать возможности людям образовываться нравственно, строить храмы, чтобы люди могли молиться и так далее. В этом смысл успеха. Успех – нужна миссия. Понимаете, кто такой человек по природе? Мы вчера говорили, люди первой категории, второй – зачем это всё надо? Это нужно для того, чтобы были в жизни разные миссии, чтобы человечество жило счастливо, нужно заботиться о людях. И если у тебя правильная цель в жизни, то Бог обязательно тебе будет помогать. Он даст тебе людей хороших. И в этом процессе движения вперёд ты испытаешь счастье. Я видел много людей при власти и богатых, которые реально хотят людям помогать и служат им. И они счастливы, потому что их окружают хорошие люди, верные люди их окружают. Они тоже имеют добрые желания. Понимаете, их не кидают, этих людей, потому что кидать некому. Кидают кого? Людей в страсти. Когда тебя окружают не с теми мотивами люди, вот они тебя и будут кидать. А если ты окружаешь себя хорошими людьми, тогда будет другой результат. Продолжение следует...